Друзья, хотел бы поприветствовать своих самых преданных подписчиков, потому что такие вот анонсовые видео, только они, в общем-то, и смотрят, за что им очень сильно благодарен. И в сегодняшнем выпуске я хотел бы вам сообщить, что я приобрел новый микрофон. Я знаю, что я вас уже, наверное, слегка этим всем достал, но поверьте, это очень и очень важный момент. Некоторые подписчики мне писали, что, в общем-то, микрофон не важен, их это особенно не интересует, но они абсолютно не правы, причем потому что вы контент потребляете в первую очередь слушая, а если смотреть на статистику канала, то 70% моих подписчиков вообще смотрят через телефон, то есть они иногда даже на экран не смотрят. Поэтому непосредственно составляющая звуковая для меня является главенствующей. Здесь же сразу же хочу сказать, что это, скорее всего, последняя моя покупка в этой области, то есть дальше я уже прыгать не буду. Это верх совершенства, у меня это уже четвертый микрофон, до этого были, так скажем, более простые модели, я шел по нарастающей, предпоследний микрофон был замечательный, но у него были свои определенные изъяны, хотя, несмотря на то, что по соотношению цены-качества, Rode PodMic самый топ за свои деньги. Но, к счастью, я смог накопить на свою мечту, которая называется Shure SM7B. Кто посещает мою группу ВК, об этом уже знает, я уже, наверное, несколько недель назад пост по этому поводу выпустил. Здесь же хотел бы вам для сравнения чуть позже показать как бы разницу в звуке, но до этого своими словами объясню вообще как бы принцип, почему я это делаю. Дело в том, что, во-первых, самое главное, это, конечно же, качество звучания. И у этого микрофона Shure SM7B, оно считается эталонным. То есть, по сравнению с другими микрофонами, качество звука, ну просто на голову, а иногда на две выше, чем у остальных. Предыдущий микрофон тоже был неплох. После постобработки качество звучания очень близко к Shure SM7B, но там надо было приложить к этому очень много усилий. Здесь же изначально по дефолту уже звук идет значительно более чистый и качественный. В дальнейшем, когда я для сравнения пущу необработанные треки, вы-то сможете сравнить и увидеть разницу. Второй важный момент. На более качественном микрофоне он хватает меньше дополнительных фоновых шумов и, естественно, я меньше трачу времени для обработки этого самого звука. Так как у меня время работы над звуком занимает порядка 50% всей работы, то есть половину времени трачу тупо на звук, на запись и потом чистку его, чтобы вы слушали его без каких-либо претензий. То, естественно, для меня более качественный микрофон заставит потом меньше заниматься постобработкой, то есть я меньше буду тратить на работу, что для меня как для ленивого человека очень важно. Ну и третий момент, который для меня тоже очень важен, это то, что на данном микрофоне небольшое количество перегрузов. То есть вот эти периодические всплески громкости здесь находятся на минимуме. И они не так фатальны и не так ощутимо слышны, как на моих предыдущих микрофонах, где иногда там просто какие-то гималайи были из этих перегрузов, и их потом очень долго приходилось вручную исправлять. Кстати, этот микрофон очень популярен в узких кругах, на него записывали свои синглы Michael Jackson, Red Hot Chili Peppers и Metallica, если я не ошибаюсь. Но я еще раз повторюсь, я брал этот микрофон не потому, что он популярен, красив и так далее. Самый главный стимул во время его приобретения, это было то, что у него очень качественный звук и меньшее время постобработки. То есть звук пишется практически изначально в чистую. То есть потом минимально надо прикладывать усилий и тратить время для того, чтобы довести его до ума. Микрофон без ложной скромности обалденный. Вот реально сейчас работаю, на нем и кайфую. Причем от процесса записи звука самый большой кайф, то что мне не надо потом с этим звуком очень долго морочиться. Но не буду вам забивать голову ненужной информации. В дальнейшем я хотел бы, чтобы вы прослушали два коротеньких трека этого микрофона и соответственно предыдущего. И написали в комментариях, насколько вам больше либо меньше нравится тот звук, который имеется на данный момент. Там же над треками будут маленькие плашечки выпусков, записанные при помощи того или иного микрофона. Тест микрофона RodePodMic без дополнительного поп-фильтра и без дополнительной обработки звука после записи. Тест микрофона Shure SM7B без дополнительного поп-фильтра и без пост-обработки. Друзья, вот такой вот получился небольшой анонсовый выпуск. Те, кто хочет посмотреть полный обзор на данный микрофон, можно это сделать на моем втором канале, перейдя по ссылке. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять в комментариях свои впечатления о микрофоне, написав лучше он или хуже. Если не заметили разницу, тоже обязательно об этом напишите. На этом всем пока, удачи и до скорой субботней встречи. Продолжение следует...